Добрый день, дорогие друзья! С вами программа Мастайм и ее ведущие Павел и Ксения. Паша, скажи, а чего бы тебе хотелось больше всего прямо сейчас? Мне бы хотелось больше всего рассказать нашим дорогим зрителям, какие интересные праздники их ожидают в ближайшие две недели. Что ж, желания должны исполняться, особенно сегодня. Особенно сегодня? Да, но об этом я расскажу позже, а сейчас рубрика «Праздничный детектив». Ну, рассмешил, ну, юморист! Привет, успешные! 8 ноября – Международный день КВН. Спраздничка, мои дорогие! 10-го – Международный день бухгалтерии. Желаю вам, чтобы гиббит и кредит всегда сходился. 12-го – от числа не упустите свой шанс. День счастливого часа. 13-го – берем сосисочку, украшаем ее свечками и все дружно все вместе. Поздравляем ее с днем рождения! С днем рождения! 15-го – серьезный праздник. Всероссийский день призывника. 17-го – 17 ноября. А какой в этот день отмечается праздник? Напишите свои ответы в комментариях. 18-го – мой любимый праздник, день рождения Дедушки Мороза. Так что, мальчишки и девчонки, поторопитесь написать поздравительное письмо. 20-го – Всемирный день ребенка. На этом все. Всем любви и счастья. Пока-пока! Ура! Мое желание исполнилось. Обожаю рассказывать о праздниках и все, что с ними связано. Паша, я очень рада, что твое желание исполнилось. Да, Ксюша, ты, кстати, обещала рассказать, почему сегодня особенный день исполнения желаний. С удовольствием расскажу. Сегодня, 8 ноября, Международный день исполнения желаний. День исполнения желаний ежегодно отмечается во всем мире, 8 ноября. Это самый интересный праздник на планете. В этот день мы все должны отказаться от слова «нет». Этот день имеет флаг, на котором изображена улыбка и лозунг, который гласит «Да». Это самый сказочный праздник, хоть и не такой распространенный, как Новый год или Рождество. Если вы устали от повседневной суеты, праздник 8 ноября – прекрасный повод, чтобы немного остановиться, перевести дух и подумать, что вы действительно хотите получить от жизни. Этот праздник был создан с целью доказать, что мечты осуществимы, даже самые смелые, даже самые нереальные. Согласитесь, очень приятно делать подарки и видеть, как меняется лицо человека, открывающего подарок. Мелочи, с которыми мы сталкиваемся в жизни, также могут стать подарком. Исполняйте желания друг друга. Это приносит радость и тепло душе. Пусть маленькое желание станет поводом для большой радости. Большинство людей лучшими днями в году для исполнения желаний считают Новый год, Рождество и День рождения. И они, безусловно, правы. Сказочная и волшебная атмосфера этих праздников особым образом располагает к чудесам, приятным событиям в жизни. И у многих в эти дни исполняются пожелания и сбываются мечты. Может быть, есть и другие даты в календаре? Конечно. Например, сегодня. Считается, что этот день очень благоприятен для различных начинаний. Свадьба, переезд в новый дом, запуск проекта, выход на работу, начало здорового образа жизни и избавление от вредных привычек, планирование новых дел, долгих путешествий и других важных событий. Мы можем в этот день запланировать воплощение любого своего желания, и результаты будут стабильными. Помимо начинаний, еще будет полезно сделать пожертвования, уделить внимание творчеству и, конечно же, загадать желания. В день исполнения желаний принято говорить «да» всем заветным мечтам. Еще лучше, если вы каждый день будете исполнять по одному своему маленькому желанию, или же делать по одному шажочку на пути к своей большой мечте. Главное, верьте в свои силы и приближайте себя ежедневно к своим заветным целям. Как можно отметить этот праздник? Напишите список своих желаний от простых до самых сложных, и самостоятельно исполните хотя бы одно из них прямо здесь и сейчас. Почувствуйте себя волшебником. Будет еще лучше, если вы исполните два, три или больше своих желаний. Самое главное, чтобы желание было очень доброе. Чудный праздник. Самые добрые желания должны исполняться. Главное – в них верить. Ты прав, Паш. Чтобы желание не исполнилось, нужно приложить усилия. Но вера – это тоже очень важно. И, кстати, я знаю, кто по-настоящему может верить в чудо. Хм, и кто? Конечно, дети. Конечно, наши кружковцы. И нам, взрослым, нужно у них этому поучиться. Кстати, интересно узнать, о чем мечтают наши кружковцы. И мне интересно. Давайте спросим у них в рубрике «Уставим кружковцы». Первое мое желание, чтобы все люди никогда не болели. Второе, чтобы они никогда не умирали. А третье, чтобы в нашем мире всегда был мир. Как здорово. Скажи, а вот чего бы тебе хотелось просто для себя? Вот есть у тебя какое-то желание или мечта? Да. Такое? Чтобы я тоже никогда не поел. Получить всех кукол Гарри Поттера. Дорожать много раз в елке на Новый год. И чтобы мой брат всегда был счастлив. Чтоб все было хорошо. Чтоб люди жили вечно. И чтобы у нас все было хорошо в семье. Какое у тебя самое большое желание вот прямо сейчас? Ходить на занятия. А где ты занимаешься? В каком коллективе? В театре Студигра. Ну, отличного тебе занятия тогда. В лотерею выиграть. В лотерею выиграть? А если выиграешь, на что деньги потратишь? На все, что хочу. А что хочешь? Помоги. От всего сердца желаем, чтобы все самые добрые желания воспитанников нашего дворца исполнили. Уверена, так и будет. Желания могут исполняться самыми разными способами. Например, ты можешь исполнить свою мечту, приложив усилия. Или тебе поможет друг. А в некоторых случаях удача или настоящее чудо. Кстати, Паш, я поняла, почему дети сильнее верят в чудо. И почему, Ксюша? Потому что больше читают сказок. Сказки помогают. Точно. После работы обязательно прочитай какую-нибудь сказку. А я помогу тебе с выбором. В эфире рубрика «Арт-обзор». Дорогие друзья, в эфире рубрика «Арт-обзор». И сегодня в честь праздника я подобрала для вас несколько интересных сказок об исполнении желаний. Сказка про кролика и ежика о том, как мечты сбываются. Сказка про кролика помогает юным читателям осознать, что воплощение мечты в их руках. Не прикладывая усилий, ничего не добьешься. Ежик и кролик помогли друг другу осуществить их заветные мечты. И от этого стали еще счастливее. Сказка про лошадку-качалку, которая мечтала увидеть лето. История повествует о том, что порой путь к мечте проходит через трудности, которые открывают перед человеком новые возможности. Однажды лошадка-качалка сломалась и оказалась там, куда всегда мечтала попасть. Сказка про одуванчик. Сказка про одуванчик, который мечтал о путешествиях и грустил, что не может осуществить свою мечту. Однажды он поговорил с солнышком и узнал, что может воплотить свое самое заветное желание. Сказка про робота. Это современная история про робота о том, как робот захотел стать свободным от своих автоматических задач. Поэтому научился сочинять сказки. Дорогие друзья, обязательно мечтайте и уверена, что ваши мечты сбудутся. Ксюша, а какое сегодня у тебя желание? Ой, мне бы очень хотелось поиграть. А какие игры ты любишь? Интеллектуальные. Обожаю ребусы и загадки. Я, конечно, не волшебник, но постараюсь исполнить твое желание. Для тебя и наших зрителей. Рубрика «А вы это знаете?» Привет, зритель! Наверное, все вы знаете, что мышцы растут, если их тренировать. Так и с мышлением. Лучший инструмент для мозга является ребус. Ну что, готовы? Тогда внимание на экран. Редактор субтитров А.Семкин Друзья, не забывайте про тренировки. Всем продуктивного дня! Я все отгадала. Друзья, если вы тоже, то пишите ваши ответы в комментариях. Уважаемые зрители, на этом наш праздничный выпуск подошел к финалу. Пусть все ваши мечты непременно сбудутся. И традиционная цитата дня. Загадывайте желание, и оно обязательно исполнится. Ведь золотая рыбка есть в каждом из нас. Желаем всем успехов. Пока-пока!